всем привет приехал в гости кунг вот по его заданию получается проехался по полям ездил на ясмель на пшеницу дал мне задание на погонный метр нарезать стеблей и будем сейчас проверять живучесть так сказать наших пассивов прошли заморозки и на некоторых ранних сортах зима пшеницы наблюдается поражение колоса весенними заморозками будем смотреть наши посевы на поражение заморозками ячмень находится в фазе трубкования полезно только первым и первого междоузля оторвалась вот значит от узла окущения сорт позимович меня иосиф как можно видеть разрезали стебель нашли колосок размеру в в районе 8 миллиметров покажу вот сейчас покажу разрезу будет видно не будет процедуру смотри аккуратно этот нож любит в пальцы загоняться разрезали стебель в моих районах края краснодарского наблюдается поражение ячменя весенними заморозками который у имеет уже второе третье междоузли и также зима пшеница сортов ваня таня ваня юбилейная вот они пока не наблюдается посмотрим что у нас были заморозки до 10 градусов мороза затем неделя была холодная были опять возвратные заморозки до минус пяти как мы можем видеть наш колосок живой зеленый как бы те как те колоси которые поражены заморозками имеют коричневый цвет и то бишь уже непосредственно в стеблем коричневого да стеблем кори коричневый как бы и все в развитие дальнейшего не происходит есть также частичное поражение колоса значит верхняя часть колоска вот но от этой части от верхней он пойдет гнить и все равно вы потеряете свой колос наблюдается поражение в основном на переросших посев то бишь на основных стеблях да которые мы сформировала сформировались осенью то есть самые мощные самые сильные подлом который сформировался весной пока что поражений заморозки не наблюдается связи с основанием фазе развития растений вот уже колос начинает формироваться вот он уже отсюда вот это мини-покажи на камеру может видно будет камера конечно не высший класс вот но к счастью он живой у нас мы получим урожай если конечно пройдут дожди потому что дожди нас не радовали не весной марте не выпало ни одного миллиметра и зима была бесснежная бездождливая новый год мы праздновали скажем так без снега без дождя так что смотрите свои посевы разрезайте наблюдайте ну как бы не смотрите на стебли которые весной сформировались смотрите именно на осенних посевах особенно поражали поразили сильно ранее сорта зимой пшеницы и ранее сорта зимой ячменя на этом ячмене значит попадаются растения отдельно со вторым уже междоузлием значит вот это у нас не дефицит калия а именно поражение весенними заморозками значит взяли образец зимой пшеницы вот сорт Таня мы видим что листы листья более-менее после заморозков остались целые кончики по прихватывал но не так сильно поразились как на зимой пшеницы сейчас посмотрим колосок на сорте Таня как он себя чувствует здесь на месте второй междоузли уже на сочинничке так значит вот мы видим на этой пшенице интриган что мы там видим видим то что у нас колосок имеет видноватый немножко коричневый цвет будет видно не будет видите отсвечивает немножко видно да то что цвет отличается колоска от стебля имеет немножко кремовато-коричневатый цвет то есть это говорит нам о том что на этом стебле мы видим в этом году только соломку взяли второй стебель смотрим значит на этом стебле значит только фаза выход трубку да когда междоузли отошло от узла опущения где-то на два сантиметра два два с половиной сантиметра разрезались посмотрели колосок живой то бишь именно поразились те растения которые у нас ушли уже в фазу стеблевания будет видно не будет здесь видите цвет зеленый то есть такой свет светло-зеленый то бишь колосок живой извиняюсь за качество съемки если кому-то не видно но поверьте слова снимаем на телефон видите цвет по сравнению с тем и развитие опять же там у нас уже второй междоузли и размер колоска здесь смотрите и размер колоска значит уже со вторым междоузли можно сказать секундочку сфокусирую можно сказать его нету вот он кончик торчит маленький в районе наверное миллиметра полтора и все то бишь он при заморозках побился морозом скажем так ну или поразился был поврежден и все встал в своем развитии то есть он встал на одном месте и все в общем обследовали наше растение с различных полей с различных зон одно одно значит поле находилось в низине ближе к речке как бы опасения были этого поля влажность выше всегда заморозки возле рек выше но результаты обследования показали что на зимой пшеницы сорта не наблюдается единичные ну как бы мы тут посмотрели на штук 60 вот нашли только одну пораженную то бишь можно сказать что сорта не данное испытание заморозками выдержал дай бог пойдет дождь в принципе можем смотреть мы имеем три стебля основные до осенью которые у нас сформировались здесь мы получим полноценный урожай и имеем три весенние стебля которые мы получили за счет первой нашей подкормки вот но этот скорее всего ничего ну как минимум четыре у нас стебля будет с колосом с хорошим колосом но при наличии осадка поэтому будем смотреть дальше что будет происходить все спасибо за просмотр как гласит старинная российская поговорка человек предполагает а бог располагает посмотрели проверили так сказать камень с души сняли будем надеяться на лучшее а там как пойдет всем спасибо за внимание берегите себя свои посевы следите наблюдайте лучшее оружие это наблюдение да самое главное в экономии препаратов или же своевременном его применении именно мониторинг ваших полей смотрите наблюдайте все будет у вас хорошо всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал всего вам доброго до новых встреч пока мы